всем привет дорогие друзья сегодня среда первое число декабря и у меня на часах по 8 утра я к вам подключилась подготовила уже моточки буду снимать новый влог и продолжать вязать кардиган для дианы я вчера больше ничего не вязала кроме него поэтому можно сказать вышла на финишную прямую сейчас вам все все покажу мне нужно выполнить обвязку и связать рукава вот и все принципе итак у меня на столе вообще 3 моточка но таких добротных новых только два потому что я уже что из этой пряжи вязала что из этой хочу сказать также вам огромное спасибо дорогие мои за поддержку за ваши слова что у меня все получится что я молодец и не остановилась перевязываю кардиган чтобы я не понравилось огромное вам всем всем спасибо так ну что части рукава будет связано розовым цветом так как вниз тоже в розовом цвете и обвязка и большая часть рукава будет связано в мятном свете также вы спрашиваете будут ли карманы честно вам признаться я никогда в жизни не вязала карманы никогда от слова совсем поэтому для меня это будет новая практика потому что диана карманы хочет ну а я попыталась сделать все что что от меня зависит дабы они получились так и вот есть еще такой небольшой остаток конечно у меня есть еще пряжа но она в процессе то есть я вязала из мятного цвета кардиган не хочу сейчас заниматься распуском то есть я вижу из новых моточков или вот из таких небольших перемотанных ну и розовый цвета тоже брала когда первый раз вязала кардиган диане там где шло три цвета розовый такой серо-бежевый и как и голубой вот ну посмотрим возможно я если буду взять следующий кардиган а диана бросит уже несколько ей в принципе нравится то что получается есть у меня одно но но потом скажу вам после того как свяжу его может придется распускать может оставлю то наверное я уже возьму или мятный и голубой или же розовый и голубой но посмотрим как мне захочется как диана принципе решит потому что буду взять для нее и еще хочу ответить на один вопрос перед тем как показать вам кардиган мне вчера пришел комментарий как бы с тем вопросом что кардиган будет не практичен потому что как можно его будет носить под верхнюю одежду потому что светлый цвет и это пар ты будет все тереться и я не помню бывает третья часть вопрос или нет но давайте отвечу так что я кардиганы не вижу никогда под верхнюю одежду то есть я не вижу для того чтобы носить кардиган под пальто или под куртку неважно диана если будет носить его в школе то только в школе не по дороге к школе нет она его возьмет один лишь раз и он будет находиться в школе висеть на ее стуле или же она будет носить его в сумке для сменной одежды до спортивной формы скажем так понимаем то есть я никогда не вижу кардиганы чтобы их носить под пальто я вижу или на осенний период или вот как для в данном случае согреться в школе потому что даже нам дали отопление но холодно потом насчет того что будет пачкаться я уже диане вязала наверно года два назад кардиганы в бежевом цвете из пряжи angora gold simli достаточно белый светлый белый извините светлый бежевый цвет и вы знаете все в порядке она относила его сезон то есть вот этот холодный сезон до была погрешность была паста но у кого ее нет и на какой одежде ее нет а вязать из очень темного цвета там темно-синий черный или темно-серый где не будет видно пасты то я из таких оттенков ребенка вязать не хочу то есть и сейчас в принципе я не хочу вязать из темных оттенков вот и все так что это жизнь пускай пачкает если что не отстираю свеже новой здесь ничего такого страшного нет что к этому я готова и думаю что ответила на данный вопрос меня ничуть не смущает вид данного кардигана возможно да вначале когда я пыталась за что-то другое как-то отходила от концепции то что сейчас модно такие достаточно объемные кардиганы но в итоге получилось ребенок ребенок хочет то что он хочет ну а я как мама должна вязать и если бы не диана если бы взял для себя для себя не получилось бросила и уже бы к этому не возвращалась но вот видите уже попытка номер три думаю что она будет успешная и если мне понравится буду вязать еще в таком плане вещи с объемной толстой пряжи ну что вы готовы дорогие мои вот такое длинное вступление было но я хотела ответить на комментарии потому что все комментарии были с поддержкой ну а вот такой один получился что с вопросами по поводу кардигана ну сейчас будем показывать к сожалению еще не конечный результат но результат есть ну давайте дорогие мои смотреть итак у меня уже каркас кардигана есть осталось самое приятное что я хочу сказать я связала уже полностью тело как вам видно вот вот мои полочки вот моя пройма 20 сантиметров потому что я измеряла по джемперу дианы я сделала скос плеча очень давно этого не делала даже не смотрела свой мастер-класс как-то по памяти все это оформила диане очень нравится что здесь будет спущенное плечо и чтобы я немного по-другому сделала я бы немного больше связала розового цвета но так как у меня нет как бы сказать параметра нет описание как вязать такие кардиганы поэтому я вязала по картинке ну как бы по визуальном восприятию сейчас я понимаю что можно было немного выше связать розового цвета чтобы сделать карманы поглубже но как я хочу делать карманы у меня на розовом будут карман начинаться от резинки от самой где розовая платочная вязка там будет основа кармана можно сказать а где мята там будет уже резинка кармана вот так один на один но думаю что смогла объяснить мне принципе очень нравится как все получилось ну вообще я уже жду не дождусь когда обвяжу свяжу рукава и это будет готовая работа вчера больше ничего не продвигала только вот этот процесс потому что он меня поглотил полностью я уже жду конечного результата вот прям очень хочется наверное никогда ничего не хотела связать так сильно как этот кардиган потому что мне нужно поставить наконец-то жирную точку я должна это сделать ну все вот так да и соединяла два плеча если можно так назвать методом трех спиц тоже этого давно не делала наверное уже год последний раз я это делала когда вязала кардиган диана немного подзабыла то есть я понимал что нужно провязывать две петли вместе провязала две петли вместе у меня все петли были ну то что я убавила да можно сказать у меня все петли были открыты на одной спице я не поняла в чем как что делать почему именно так и пришлось все таки найти я уже несколько не стала смотреть свой мастер-класс по кардигану потому что там достаточно много информации я просто нашла небольшой мастер-класс именно по закрытию такое видео объяснение даже его без звука смотрела мне просто нужно было посмотреть именно этот момент куда же девать вот эти открытые петли но это понятно что ошибка такая вообще и не ошибка то плане что нужно было сама догадаться но это уже было 12 часов ночи я не хотела ничего думать и наверное вообще ничего уже не хотела хотела только спать ну и конечно шить эти плечевые скосы так все дорогие друзья я сейчас буду продолжать вязать хочу сегодня уже завершить эту работу и у нас дети на дистанционном обучении поэтому я сейчас собираю пряжу собираю все что мне нужно иду в зал вязать ну а потом когда смогу к вам подключусь и сегодня еще будет очень важно для меня событие я постараюсь на втором канале рассказать о нем ну как для меня это важное если что подсказка будет верхнем правом углу на мой второй канал на влоговый то есть я снимаю там о жизни влоге рассказываю о новостях своих если интересно конечно же подписывайтесь поддержите меня ну и вы увидите меня немного в другом обличье надеюсь что сегодня это случится всем здравствуйте дорогие друзья сегодня новый день четверг и как вы видите перед вами находится моя готовая работа кто со мной кто наблюдает за моим каналом кто не пропускает мои влоги тот знает как не тяжело дался этот кардиган сколько раз и перевязывала чтобы угодить ребенку и наконец-то это свершилось я могла выпустить данный влог еще вчера потому что кардиган был связан вчера вечером но я настолько себя измотала и когда получила результат у меня были эмоции хорошие эмоции когда я видел улыбку ребенка его радость я даже сделала фотографию так вскользь случайно вот мне хотелось с вами поделиться что все таки у меня получилось я смогла угодить и связать кардиган тот что ребенок хочет связать вот таким каким ребенок его хочет видеть так кардиган вязала на возраст 12 лет мы знаем насколько сложно угодить ребенку в таком возрасте вязала из двух цветов вот такого артикула это лизе супер лана макси покажу вам кто не знает конечно я вам скажу потом вес просто еще не взвешивала когда буду показывать вам еще на тремпеле хочу показать и покажу вам фотографии как он выглядит на диане так потом все все вам расскажу 100 граммах 100 метров 75 процентов акрил 25 процентов шерсть спицы рекомендуют от 8 до 10 крючок от 7 до 8 я же вязала на спицах номер 10 цвет 523 это мятный цвет идет под номером 463 конечно вы знаете сколько я намучилась но он сидит идеально вязала снизу вверх посмотрите начинала взять розовым цветом буквально сантиметров 10 я провязала в розовом цвете также был набор итальянские но я так подумала что можно было делать и обычный набор почему я так увидела что итальянский набор не знаю но потом когда уже присматривалась как связаны планки как точнее закрытие плана как закрывали манжеты то там принципе обычный обычное закрытие и обычный набор как оказался затем перешла на мятный цвет вязала до проймы здесь скос плеча все как положено вот так если сделать так будет правильно ну мне очень нравится серьезно скос плеча конечно изделие еще не постирано я обязательно этим займусь пока ребенок его носит не снимаю поэтому тяжело забрать и даже вот перед съемкой я выбросил может так сказать сделала три точки разворота или не две точки разворота и были петли поделены на три группы так это все я сделала потом набрала петли на рукава рукава тоже связаны в такого по такому же принципу как и тело сначала мятный цвет лицевой глади а потом розовый цвет платочной вязкой и манжеты тоже в розовом цвете вот так это все ну мне очень нравится серьезно и если бы взяла спицы семерку или восьмерку знаю что вяжу такую ниточку на таком номере спиц то мне кажется а полотно не было бы таким объемным фактурным ну то есть здесь тоже играет большую роль номер спиц и еще за что я переживаю думаю все будет в порядке это то что понимаю если вязать на спицах большего размера то тогда есть вариант что полотно растянется то есть изделие потянется но вы знаете я надеюсь что все будет в порядке и тем более кардиган укороченный не такой уж тяжелый и должно быть все хорошо дальше мне еще писали как бы советы подсказку связать полностью кардиган платочной вязкой я бы этого не стала делать и сначала уже не помню как я ответил но дала ответ что возможно как вариант и рассмотрю данное предложение в следующем изделии но потом поняла что нет особенно для детского изделия это вообще не тот вариант потому что на платочную вязку уходит пряжи намного больше я уже не говорю что дольше вязать это совсем другой разговор именно что уходит пряжи намного больше и понятно что если больше пряжи значит и вес значит и вес кардигана будет большему зачем это ребенку незачем так что этот вариант отпадает возможно для взрослого пожалуйста конечно это будет великолепно смотреться конечно платочная вязка изумительно смотрится сразу такой объем получается но очень здорово ну как я сказала что для детского нет такой узора брать не могу как а девочка как акцент небольшой да вот как здесь как по картинке вам предыдущем влоге показа картинку по которой вижу и скажу вам дорогие мои возможно до какой-то степени сложно взять по картинке потому что нужно не виде расчетов не виде размеров то есть вообще никаких нет данных сколько там ширина высота то есть это вообще меня ничего не было сложно не рассчитать и посадить изделия так чтобы она не теряла свою идею свою форму и получалось так как на фото вот чтобы выглядело так как на фото так что сложновато было но тем самым я вам скажу что когда видишь ты картинку ты уже знаешь какие тебе цвета подобрать как тебе связать там начать вязать манжет или еще вот например как платочную вязку вставить то есть ты уже видишь результат и это намного легче так что я не отказываюсь от того что возможно в будущем я буду прибегать к этому методу и вязать именно с картинки я считаю что мною проделана большая работа потому что я очень переживала и каждый раз примеряла и снимала мерки чтобы кардиган сел так как нужно то есть я не так что взяла какое-то чужое описание или просто связала и все повторила петля в петлю нет это полностью мои расчеты так что еще я хотел сказать обвязка у меня отлично получилось первое раза вообще замечательно у меня главная задача когда я делаю обвязку потом уже готовое изделие это чтобы планка была на уровне низа видите на уровне низа ну здесь конечно немного идет дугой потому что это резинка но все же нет вот такого например вот так нет это для меня главная задача это что здесь нет в той волны которая была в первом кардигане здесь обычная резинка один на один и закрытие тоже самое обычное и мне очень нравится косичка конечно с первого раза она не получать такой красивой просматриваются еще какие-то дополнительные петли поэтому я вот так ее немного тяну в сторону и тогда коса становится косой то есть явно косой и нет никаких дефектов вот хотела вам показать где-то у меня были места но наверное я их не найду потому что во время вязания я на протяжении всего вязания именно так и делала то есть немного тянула и все было аккуратно так покажу вам еще спинку как она выглядит просто обычная лицевая гладь платочка и вы знаете дорогие мои мне очень хочется повторить ну как хочется у меня уже есть следующий заказ еще на один кардиган такого же плана то есть по тем же расчетам просто из другой пряжи и не с другой пряжи из другого цвета артикул остается прежним возможно я в будущем буду рассматривать другой артикул пряжи я буду искать пряжу потолще вот прям чтобы прям такая толстенькая была но снова же толстая пряжа хорошо смотрится вот прям если очень толстая на взрослых моделях а когда идет соотношение возраст ребенка и вот эта толщина это отличный вариант я думаю вы поняли о чем хотела вам сказать так ну не буду вам никаких давать расчетов если у вас есть желание если у вас есть девочки возрастом 12-13 лет и они горят инстаграмными кардиганами сейчас они очень в моде я так посмотрела очень много в пинтересте в инстаграм таких кардиганов и тем более очень популярные блогеры выпускают как связать такие кардиганы мы понимаем что дети возможно не очень сильно ли вообще не увлечены вязанием и им сложно что-то такое повторить и хорошо когда есть мы мамы и бабушки которые могут связать на легкие такие изделия поэтому если вам интересно такое изделие пожалуйста пишите в комментариях что хотите видео описание и тогда я с вами поделюсь своими расчетами или возможно сниму подробный мастер-класс здесь тоже если вам нужен подробный мастер-класс пишите что нужен подробный мастер-класс у меня есть еще одна ниточка но я эту ниточку хочу приберечь для подобного изделия только в виде джемпера для себя кардиган я вряд ли буду такой вязать а вот джемпер из толстой пряжи я бы связала тоже со спущенным плечом и из толстой пряжи так посмотрите у меня было связано изделие которым вообще никогда не была довольна вот только как связала сразу поняла что это не мое просто не доходили руки его довязать до конца я вязала в технике регуан погон себе джемпер вот как раз из этой же пряжи просто цвет идет коричневый меланж вот такая же пряжа и я хочу распустить и связать джемпер снизу вверх ну пускай пока что мои руки немного отдохнут хочу вам сказать что вязать из толстой пряжи это еще то удовольствие тем более связать кардиган за два дня в принципе за два дня и связала ясно что не сидела от тут с утра до ночи но все равно два дня пошло на то чтобы создать кардиганчик поэтому я хочу чтобы руки немного отдохнули у меня и шея затекала но руки очень болели от спиц и возможно когда я буду вязать себе джемпер то я уже возьму спицы восьмерку сейчас вам покажу и так есть вот у меня такой набор нет розинки есть семерка есть восьмерка наконец-то они мне пригодятся но я также сомневаюсь посмотрите вот такие спицы они хорошего качества с острым кончиком достаточно острым но и также есть у меня спицы на которых я вязала кардиган для дианы вот этот это десятка так я вам хочу сказать что десятка нам китайская кстати это китайские спицы десятка намного легче нежели восьмерка нет про они прям очень тяжелая десятка легче намного и вот я сомневаюсь конечно мне бы хотелось в итоге носить джемпер дабы он не потянулся так как есть сомнения вам с вами уже поделилась но не устанут ли мои руки намного быстрее от восьмерки они прям очень тяжелые у кого есть надбор тот знает не даст мне соврать они такие внушительного веса конечно так что я сейчас вот думаю покупать конечно спицы я не планирую могу как бы вариант посмотреть это деревянное нет про симфония вуд но они наверно очень много и дорого стоят может больше 300 гривен может даже до 500 доходит кто покупал кто живет в украине напиши пожалуйста какая цена если вам не сложно если вы знаете то есть смотреть специально не нужно в интернете есть могу сама посмотреть просто никак руки не доходят а если вы покупали то напишите пожалуйста если знаете цену так что вот я пока что сомневаюсь но джемпер мне очень хочется связать именно со спущенным плечом и сочетать два цвета есть у меня голубой есть у меня еще и розовый запасах ну конечно есть мятный и принципе вот я смотрю мята с коричневым неплохо сочетается возможно я обращусь снова с помощью за помощью к интернету посмотрю что там какие сочетания именно есть если есть что-то подходящее под этот коричневый цвет потому что я хочу коричневый коричневый брать основным то значит что-то решу и начну вязать но здесь что мне понравилось это вот этот узор шишечки все просто он не сел как нужно то есть не имеет нужной формы вот то что мне только понравилось вот такая получилась модель я очень очень довольна вот прям серьезно я даже не помню когда я последний раз вязала изделие чтобы итог приносит принес мне столько радости ну это конечно не передаваемо особенно когда ребенку понравилось на все 1000 процентов это дорогого стоит да я уже взвесила вес 540 грамм то есть на возраст 12 лет рост 144 сантиметра ушло у меня пряжи 140 140 540 грамм и сейчас вы сможете увидеть фотографии как кардиган выглядит на диане непосредственно на хозяйке этого чудесного изделия что очень классно очень здорово я вам рекомендую связать не бояться тем более это модная вещица да и я наверное уже отвечал на вопрос что как можно будет носить это изделие под верхнюю одежду я вроде бы уже отвечала но повторюсь еще раз я никогда не вяжу изделия чтобы их точнее изделия кардиганы чтобы их носить под пальто никогда то есть я вяжу или на осень я вяжу или на весну лето или же зимой носить помещение вот и все то есть под пальто нет я даже не представляю как можно другие кардиганы так надевать ну вот так дорогие мои если вам понравилось такое изделие пожалуйста поддержите я буду вам очень благодарна вы меня и так поддерживаете столько приятных слов и когда я показала фотографию где Диана радуется и я радуюсь по моим глазам это видно вы мне написали слова поддержки что очень здорово что все таки я не бросила это все и довела до логического завершения это мой третий перевяз и он удачный я очень еще раз повторюсь очень очень довольна я желаю вам хорошего настроения спасибо огромное что вы были со мной мы скоро снова с вами увидимся в новом влоге и если хотите мастер-класс обязательно пишите видео описание вам хватит или же подробный мастер-класс всех обнимаю и всем пока пока до новых встреч пока 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 пока